Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасная. Сегодня мы вернулись из Финляндии, где отдыхали на озере. На обратном пути, как всегда, заехали в магазин. И сейчас я вам расскажу о наших покупках. Покажу, какие вкусняшки мы купили. И не только вкусняшки. Обязательно покупаем оливковое масло. Честно скажу, выгоднее раза в полтора-два. И качество отличное. Особенно у масла прямого отжима. Сыры – это отдельная песня. Если коротко, нравится ментальский. В Питере такого сорта не видела. Любим лапланский жареный сыр. Недешево, но очень вкусно. Маме нравится сливочный сыр. Типа эстонский. Или сыр с протеином. Сестра предпочитает покупать сыры с плесенью. Говорит, вкуснее российских и дешевле намного. С плесенью белой, с плесенью голубой. Но я в этом ничего не понимаю, поэтому судить не могу. Еще понравился немного необычный сыр с орехами и ананасами. Из плавленого сыра предпочитаем Филадельфию. Он бывает разных видов. Нравится красная икра финского производства. Кстати, выбор огромный. И осетровая, икрафорыли, минтая, подкопченная, несоленая. Покупаем вот такую. Из мясного берем только сосиски. Они вкусные и недорогие. Покупаем сливочное масло. Оно очень маме понравилось. Иногда берем рыбные консервы. Макрель в томате, тунец в масле, сардины. В принципе, по цене примерно одинаково с Питером. А по вкусу нам понравились эти. Обязательно покупаем оладушки на завтраке. Хорошие со сметаной, с вареньем. Бывают пшеничные, со шпинатом, свекольные, морковные. Но самые вкусные с яблоком и корицей. Они прекрасно хранятся в морозилке. Разогреваются в микроволновке. Цена, ну, не 3 копейки. Упаковка рублей 100-120 входит. Часто приобретаем ржаной хлеб с брусникой. Но это уже роскошь. Стоимость упаковки больше 2 евро. Нравятся маринованные огурцы немецкого производства. Правда, в них много уксуса, но вкусные. Особенно в горячих бутербродах. Стали покупать здесь специи. Перец, лимоны, чеснок, сушеный, паприка. Если покупать в Питере в магазинах маленькими пакетиками, то выгоднее в Финляндии, но можно купить. Почти все это дешевле на Калининской овощебазе. И еще одна находка. Жареный лук. Удобно, вкусно. Можно в супы добавлять. Картошку, гречневую кашу, пироги с рыбой. 400 грамм стоит 2 евро. Кофе. Выбор огромный. Умереть не встать. Цена, качество с питерскими не сравнить. Переходим к сладкам. Это мое любимое печенье с черникой. Тает во рту. Еще нравятся так называемые бананы в шоколаде. Это что-то вроде нашего зефира. А это мои любимые конфеты с марципаном. Похожи на пирожное картошка в шоколаде. Для мамы берем бисквиты. Вкусные. Для детей наших друзей берем разные чупа-чупсы, дрожжи, шоколадные фигурки. Для себя конфетки для восстановления кислотного баланса во рту после еды. Раскушали вафельные трубочки разных видов. Крем-брюле, шоколадные, с орешками. Цена 2 евро с центиком за парку. Вместо жареных чипсов стали покупать сырные вафельки. Надеемся, что это не так вредно. Иногда балуемся орешками, но не всегда. В общем-то дороговато. Обязательно покупаем химию для посудомойки. В Финляндии все это раза в 2-3 дешевле. А качество лучше, честное слово. Например, таблетки для посудомойки. 100 штук можно купить за 5 евро. Соль, ополаскиватель и другие средства по уходу дешевле раза в 2 минимума. Знакомые, у которых газовая плита на кухне, просят привозить губки для кастрюли. Они уже с моющим средством очень хорошо очищают копоть и жир. Финский ферри совсем другого качества. В этот раз не купили стиральный порошок. Но предпочитаем это делать в Финляндии. Качество финского нам нравится больше. По акции был ваниш. Вообще копейки стоил. Для нашего пробкового пола купили специальное средство для деревянных. На кухне пользуемся бумажными полотенцами. В Финляндии они выходят дешевле. И еще кучу разных мелочей. Но это уже совсем скучно. А, чуть не забыла. Обязательно радуем себя копченой рыбкой. Смотрите, какой выбор. И покупаем тешу для пирога. Кстати, фильм «Как делать пирог» будет совсем скоро. Вот так мы гуляем по магазинам Финляндии. Если вам было интересно, напишите отзывы. Мы расскажем о других наших покупках. На сегодня все. Надеюсь еще не раз увидеть вас на страницах нашего канала «Жизнь прекрасна». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok